В качестве председателя Священного Синода я созывал четыре заседания этого соборного органа управления, и пятое заседание пройдет на этой неделе, 24 декабря, в городе Москве. Мною были проведены также два архиерейских совещания. На первом из них присутствовало 155 архиереев, на втором, посвященном теме преподавания основ православной культуры, участвовали архиереи из тех регионов, где этот предмет проходил апробацию в средних учебных заведениях. В целях координации деятельности синодальных учреждений проведены три встречи с руководителями синодальных учреждений, что было очень эффективным, потому что мы могли добиваться определенной координации в деятельности синодальных учреждений для решения очень важных вопросов текущей жизни, и, кроме того, обсуждать и вносить поправки в то, как реализуется реформа высшего церковного управления в нашей Церкви. Осуществляя свою каноническую власть, патриарх, согласно уставу, несет ответственность за исполнение постановлений соборов и священного синода. Одно из определений поместного собора 2009 года касалось создания должного механизма общецерковного обсуждения вопросов, поставленных на заседаниях поместного собора. На заседании священного синода в июле 2009 года в Киеве были утверждены положения о межсоборном присутствии Русской Православной Церкви и состав президиума этого органа. И должен сказать, что с этого момента межсоборное присутствие начало свою работу. Обращаясь ко всему духовенству города Москвы, хочу еще раз подчеркнуть, что межсоборное присутствие – это уникальный орган соборного осмысления церковной жизни. Ничего подобного не существует ни в одной православной церкви, никогда не существовало. Это постоянно действующий собор. И должен сказать, что этот орган открыт для того, чтобы любой священнослужитель Русской Православной Церкви, любой мирянин мог внести свой вклад в его работу. Это достигается двумя средствами и способами. Во-первых, само межсоборное присутствие так создано и организовано, что в нем наличествуют и архипастори, и духовенство, и миряне. Но что самое главное, на определенном этапе подготовки соборных документов, они все публикуются для всеобщего обсуждения, не только внутрицерковного. Документы открыты для, если хотите, всенародного обсуждения. Потому что многие стороны церковной жизни имеют отношение не только к людям, составляющим Русскую Православную Церковь, не только к православным людям, но имеют отношение и к людям, не являющимся членами Церкви. Мы пошли на такое беспрецедентное обсуждение соборных документов ввиду особой важности этих документов для жизни и Церкви, и всего народа. Один из пунктов Устава гласит, что Патриарх представляет Русскую Православную Церковь в отношениях с высшими органами государственной власти и управления. За истекший год я не раз встречался с президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с членами правительства России, мэрами города Москвы, полномочными представителями президента в федеральных округах, с главами зарубежных государств и правительств. Я особенно хотел бы выделить свои встречи с президентом Украины, с президентом Казахстана, с президентом Армении, Азербайджана, Абхазии и с целым рядом президентов, возглавляющих зарубежные страны. Мною были подписаны пять соглашений о социальном партнерстве и сотрудничестве Русской Православной Церкви с государственными структурами. Еще один пункт устава предписывает Патриарху обращаться с пастерскими посланиями ко всей полноте Русской Православной Церкви. Я делаю это дважды, на Рождество и на Пасху, но в минувшем году счел необходимым еще дважды обратиться к пастве города Москвы с посланием в неделю Крестопоклонную и в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Устав наделяет Патриарха правом посещать епархии Русской Православной Церкви. В текущем году с официальными визитами я посетил 24 епархии в России, Украине, Казахстане, Азербайджане. Это очень большая часть моей работы, моего служения. Но опыт показывает, что это одна из самых важных сторон патриаршего служения, потому что и посещение епархии дает возможность видеть реально церковную жизнь, чувствовать проблемы, обсуждать их с очень большим количеством людей, как с иерархами, с духовенством, так и с мирянами и с общественностью. Традиционно в течение года я посещал ставробегиальные монастыри, как в Москве, так и находящиеся за пределами столицы. И неоднократно бывал в Троице-Сергиевой лавре, а также, как я уже сказал, посетил и другие ставробегиальные монастыри. В некоторых поездках были организованы масштабные встречи с общественностью. Это было в Алмате, Екатеринбурге, Петрозаводске, в Одессе, на которых присутствовали тысячи людей. С духовенством епархии встречался в Днепропетровске, в Твери, в Калининграде, с насельниками монастырей в Свято-Виденской, Оптиной и Пустыне, в Спасо-Преображенском Валамском монастыре, в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре, в Свято-Успенском Псково-Печарском монастыре. Во время этих встреч я имел возможность ответить на многочисленные вопросы, услышать голоса людей, что тоже очень важно для понимания патриархам того, что происходит сегодня в церковной жизни. За истекший год мной было совершено 195 богослужений. В 2010 году я возглавил 7 епископских хератоний, и если Священный Сенот на этой неделе примет решение о ракоположении еще одного епископа, то, надеюсь, совершить таковое до конца года. Кроме того, совершил 30 рейских хератоний и осветил 22 храма. Я хотел бы особенно выделить некоторые события, в которых я принимал участие, литургических событий, праздничных событий. Это закладка камня в основании храма в честь князя Игоря Черниговского и Киевского, вблизи патриаршей резиденции Переделкина, освящение Величественного Никольского собора в Николо-Угрежском Ставарбегиальном монастыре, освящение прекрасно отреставрированного храма Святой Троицы при бывшем Шереметьевском странно-приимном доме, ныне это институт скорой помощи Склифосовского, осветил также храм Спаса Нерукотворного в селе Усово Московской области, в праздник Рождества пророка Претечи Крестителя Иоанна осветил храм Рождества Иоанна Претечи на Пресне после фундаментальной реставрации здания, 15 августа осветил храм Живоначальной Троицы в Свято-Троицком Стефано-Махлишском Ставарбегиальном женском монастыре, 7 ноября в Богородице-Рождественском Ставарбегиальном женском монастыре города Москвы осветил Казанский храм, и 25 ноября совершил великое освящение в связи с празднованием 650-летия Зачатьевского монастыря, великое освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы, величественного храма, построенного в центре Москвы. Кроме того, хотел бы особенно сказать о освящении храма в Звездном городке, посещении Центра подготовки космонавтов, которое произвело на меня очень большое впечатление, и в первую очередь тем, как люди, находящиеся на переднем крае научных достижений, научного поиска, сегодня свою профессиональную деятельность соединяют с глубокой верой. За прошедший год я возглавил и участвовал в заседаниях семи попечительских советов. 1 декабря возглавил первое заседание Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Сформирован очень важный орган, который будет в масштабах всей страны координировать церковные, общественные и церковно-общественные усилия в тех областях, которые я только что перечислил. В минувшем году был образован и начал свою работу Патриарший совет по культуре. Теперь несколько слов о статистике. Общее количество храмов и часовен в Москве 837. Ну и, казалось бы, все так хорошо и прекрасно. Но я хотел бы впервые огласить ту сторону статистики, которая у меня, как у епископа города Москвы, вызывает огромную озабоченность. Только в 271 храме совершаются регулярные богослужения. Это практически означает, что реальная пастерская, приходская работа, в том числе и социальная, и образовательная, может осуществляться сегодня только на площадке этих 271 прихода. Вот по этому показателю город Москва находится на последнем месте среди всех регионов Российской Федерации, если мы примем во внимание соотношение количества приходов с количеством этнически православных людей, живущих в том или ином регионе. Поэтому есть чем заниматься и есть куда двигаться, причем быстрыми шагами, потому что цифры это совершенно недовольтворительны для города Москвы. Я позже несколько скажу о усилиях, которые были в этом году предприняты в этом направлении. 90 храмов и часовен находятся у нас в стадии строительства, не возобновлена богослужебная деятельность в 39 храмах и не переданы еще 19 храмов. Всего под эмофором патриарха, включая Ставропигия, несет свое служение 1720 священнослужителей, непосредственно в пределах Москвы 1150. В Ставропигиальных монастырях и подворьях 397 священников и 173 дьякона. В загранкомандировках на сегодняшний день находятся 12 клириков, за штатом 48 и при этом 32. Подготовка кандидатов в священство и других церковных работников осуществляются в Московской Духовной Академии семинарии, в Сретенской, Перервинской, Николо-Угрешской семинарии, а также в Свято-Киконовском Православном Гуманитарном Университете. По состоянию на ноябрь 2010 года в Москве насчитывается 226 воскресных школ, в которых обучается 10 738 детей и 5 738 взрослых. Вот это соотношение количества воскресных школ еще раз говорит о реальном количестве приходов в Москве. 226-271. Клир города Москвы за минувший год пополнялся за счет выпускников духовных школ, а также рукоположения в священный сан по рекомендации настоятелей. В клир Москвы принято три клирика из иных епархий, один перешел в другую епархию. Но кроме пополнения клира мы имели потери. За минувший год один священник запрещен в священнослужении и шесть отошли ко Господу. Это протерей Виктор Иполитов, протерей Сергий Бахтин, протерей Михаил Клочков, протерей Михаил Зайцев, диакон Игорь Полторенко и диакон Дмитрий Афанасьев. Прошу встать и пропеть почившим нашим собратьям вечную память. Следующий раздел моего выступления «Церковь, общество и власть». В ныне существующем порядке устроения нашего земного бытия Церковь наряду со светской властью и гражданским обществом является фундаментальной и системообразующей структурой. Но если светская власть и общество обеспечивают устойчивость, саморазвитие, безопасность человеческого общежития, то высшее содержание и неприходящий смысл этому человеческому общежитию придано сообщать религиозная вера. Как писал русский религиозный философ протерей Василий Зиньковский, цитирую, «Для государства церковь есть часть его жизни, его совесть, его творческая сила, а для Церкви и государства есть внешнее историческое оформление жизни того самого народа или народов, которые входят в Церковь». Конец цитаты. Взаимодополняющее и деятельное сработничество власти, общества и Церкви во имя народного блага полезно всегда, но оно становится особенно востребованным и тогда, когда возникает сугубая необходимость в консолидации народных сил. Это происходит в сложные переходные периоды, отмеченные кризисными явлениями, как те, что переживают сегодня многие страны, в том числе и Россия. Как раз наше время относится к таким переходным и кризисным временам. Поэтому для нас, как для православных христиан, должны быть очевидны глубинные онтологические предпосылки сложных кризисных явлений, в том числе, включая и нынешний финансово-экономический кризис, который, будучи всемирным, больно затронул Россию, негативно отразился на жизни миллионов людей. Мы должны понимать, что в основе всех этих кризисных явлений лежит нравственная деградация обезбоженного общества, которая порождает безудержное стремление к обладанию материальными благами, к обогащению любыми средствами, включая обман, коррупцию, криминал, несправедливое распределение сверхприбылий и вопиющий разрыв в доходах самых богатых и самых бедных. Вот это гримховное стремление к самообогащению как высшей жизненной цели, к достижению личного успеха любой ценой, а также самодовольный социальный эгоизм, наносящий ощутимый ущерб общественным интересам и попирающий права ближних, глубоко чужды православному мировоззрению. Поэтому Церковь так заботит вопрос нравственного измерения проблемы богатства и бедности, а также связанная с этим острая тема социального неравенства. К сожалению, сегодня перспективы честной работы и ее удовлетворительной оплаты и достойной жизни для себя и своих детей представляются многим нашим соотечественникам, особенно молодежи, малореальными. И потому долг Церкви состоит в том, чтобы призвать тех, в чьих руках находятся рычаги экономической власти, осознать свою ответственность пред Богом, пред Отечеством, пред людьми, проявлять реальную заботу об улучшении условий труда и жизни работников, об их медицинском обслуживании и образовании, о том, чтобы повседневное существование каждого было достойным человека, имело ясную социальную перспективу. Ибо Слово Божие наставляет и предостерегает работодателя. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя ко Господу и не было ни на тебе греха». Цитата из Второзакония. Только такое отношение к делу и к ближним способно принести не иллюзорную и сиюминутную удачу в бизнесе, но истинный, прочный и долговременный успех, который угоден Господу и живет в благодарной людской памяти. Много тревог принесли стихийные бедствия уходящего года, из которых для жителей Москвы и области особенно болезненной была сильнейшая засуха, сопровождавшаяся лесными пожарами. Русская Церковь активно включилась в программу помощи тем, кто оказался в чрезвычайной ситуации и достойно выполнила свою непростую задачу. В связи с этим сердечно благодарю всех, усердно потрудившихся для облегчения человеческих страданий, церковные и социальные службы, православных добровольцев, отзывчивых жертвователей и благотворителей, добрых прихожан, внесших в дело народного противостояния и общей беде своей посильной лепки. Сегодня мы наблюдаем постепенные улучшения жизни людей, пострадавших от разгулы огненной стихии, и с удовлетворением констатируем выполнение обещаний, данных властью погорельцам, о восстановлении утраченного жилья до начала зимы. Связи с вышесказанным важно помнить, что единая задача Церкви, власти и общества состоит в частности в том, чтобы не допускать разрушительных социальных потрясений, соблюсти баланс сил и интересов. А для этого необходимо поддерживать многосторонний диалог, практически развивать идеи социального партнерства во имя обеспечения поступательного и мирного развития страны, современного и эффективного решения, сопровождающих его проблем. Следующий раздел «Патриаршие епархии. Столица». Я хотел бы коснуться темы изменения в системе епархиального управления. Со времени прошлогодней нашей встречи в жизни московской епархии произошли серьезные изменения. Значительно более интенсивной стала социальная, образовательная и молодежная работа на приходах. В формате совместных проектов развивается взаимодействие с властями и общественностью города. Начинается объемная работа по возведению храмов в жилых районах столицы. В сложившейся ситуации повышенной ответственности и нагрузки на клириков и благочинных было принято решение об окормлении приходов по благочиническим и административным округам города Москвы преосвященными векариями московской епархии. В сентябре мною было подписано соответствующее распоряжение, согласно которому векарным архиереям при активном содействии благочинных в частности поручается следующее. Наблюдение за существлением указов и распоряжений патриарха Московского и всей Руси постановлений пархиального собрания и пархиального совета. Лица, в первую очередь ответственные за реализацию решений, которые сегодня будут приняты, это векарные архиереи, несущие ответственность в столичных округах, а также совершение богослужений в храмах, престольные или иные знаменательные для прихода праздники. Векарные архиереи имеют право посетить любой храм подведомственный ему, в любое время совершать богослужения, осуществлять ревизионные проверки, встречаться с духовенством, с приходским активом и с мирянами, выполнять все то, что благословляется правящим архиереем города Москвы. Кроме того, векарным архиереям поручается взаимодействие с органами управления соответствующего административного органа и местного самоуправления по решению вопросов социального и просветительского порядка, по подбору участков для строительства храмов в новых жилых микрорайонах и непосредственное участие в их проектировании, строительстве и благоукрашении. Забота об организации социальной, образовательной и молодежной работы в подведомственных приходах. Первый мой спрос за все это будет с векарных архиереев. Координация деятельности с профильными и пархиальными комиссиями. Знакомство с клириками храмов соответствующего округу, изучение их личных дел, подготовка списка клириков, подлежащих награждению в связи со стечением международного срока или юбилейными датами, а также иных лиц из руководства приходов и благотворителей. Векарием поручается также забота об овручевании конфликтных ситуаций, могущих возникнуть в подведомственных приходах. Обращаясь к духовенству, я хотел бы сказать, что теперь со всеми проблемами, которые у вас возникают, вы в первую очередь обращаетесь к векарию, которому поручено окормление округом, в котором находится ваш приход, и ведете переписку, в первую очередь с ним. Векарий решает вопросы, те, которые полагается ему решать, в случае затруднения он обращается к патриарху, и тогда вопрос переходит на рассмотрение высшей церковной власти города Москвы. Приходы распределяются между векариями следующим образом. Центральный административный округ архиепископ Истринский Арсений, Южный административный округ архиепископ Истринский Арсений, Юго-Западный административный округ епископ Красногорский Ренарх, Западный административный округ епископ Бронецкий Игнатий, Северо-Западный административный округ архиепископ Егорьевский Марк, Северный административный округ Епископ Зарайский Меркурий, Северо-Восточный административный округ, Епископ Орехозуевский Пантелимон, Восточный административный округ, Епископ Дмитровский Александр, Юго-Восточный административный округ, Епископ Павлово-Пасадский Кирилл. И благочинные должны тесно взаимодействовать с векариями, так как епархиальные секретари взаимодействуют с правящими архиереями. Благочинные ведут документацию, у них хранятся личные дела священников округа, и они помогают векариям в пастерском окормлении округов. Теперь хотел бы остановиться на церковно-государственных отношениях в городе Москве. Вкратце, охарактеризую отношения русской церкви с властями города Москвы. Многолетнее сотрудничество со столичным правительством, другими структурами городской власти приносят добрые плоды. И мы являемся с вами свидетелями этих добрых плодов. Сегодня мы имеем возможность открыто обсуждать с представителями власти проблемы, стоящие перед московскими монастырями и приходами, вместе работать во имя созидания здоровой духовно-нравственной атмосферы в столице. Городская власть хорошо понимает значение Москвы как духовного центра русского православия. В нынешнем году произошла смена высшего руководства города. Мы благодарны покинувшему пост мэра Юрию Михайловичу Лужкову и его соработникам за большой вклад, который они внесли на протяжении многих лет в возрождение церковной жизни. Достаточно вспомнить воссоздание национальной исторической святыни Храма Христа Спасителя. Восстановлены, отреставрированы и вновь построены сотни храмов, возобновлена монашеская жизнь в древних московских обителях, открыты православные учебные заведения, оказана существенная помощь во многих сферах деятельности Церкви в Первопрестольном Граде. Этот вклад тем более ценен, что он был сделан в непростые для Церкви годы, когда нам зачастую приходилось преодолевать сильнейшую инерцию атеистического богоборчества, доставшуюся нам в наследство от прошлого и подчас весьма серьезные экономические трудности. Вместе с тем было бы неискреннему молчать о том, что позиция некоторых московских чиновников подчас не способствовала упрощению отношений властью с Церковью. Отдельные серьезные и значимые вопросы сотрудничества не находили скорого решения. Сегодня перед нами стоят новые задачи. Убежден, что партнерские отношения с новой столичной властью могут и должны перейти на уровень, позволяющий развивать церковную жизнь, исходя из религиозных потребностей человека XXI века, живущего в современном мегаполисе. В Московской Патриархии рассчитывают на то, что новая столичная власть будет внимательно относиться к духовным чаяниям православных верующих и оправдает их надежды. Речь идет не только о строительстве храмов и создании разветвленной приходской инфраструктуры, но и о сотрудничестве в Церкви и города в решении социально значимых вопросов, о соработничестве в культурной, образовательной, медицинской, информационных сферах. Надеюсь также на ускорение темпов передачи в собственность Церкви, исторически принадлежавшего ей имущества, необходимого для благоуспешного ведения всей этой работы. К руководству российской столицы пришел Сергей Семенович Собянин, человек многоопытный и весьма энергичный, известный своим заметным вкладом в развитие церковно-государственных отношений, которому он уделял пристальное внимание в бытность губернаторам Тюменской области, а затем в годы работы в федеральных структурах власти. Это позволяет рассчитывать на успех наших совместных трудов, направленных на благо не только православных верующих, но и всех москвичей. Многие инициативы Сергея Семеновича ранее привели к очень важным переменам, имевшим положительные последствия для нашей Церкви. Мы надеемся, что этот богатый опыт взаимодействия с Церкви будет продолжен Сергеем Семеновичем уже в новом качестве на московской земле. 12 ноября 2010 года в ходе моей первой встречи с вновь избранным мэром он передал Церкви текст распоряжения правительства Москвы о выделении земельного участка под строительство храма преподобного Алексея Человека Божия в районе Крылацкое на западе Москвы. Новый мэр поддержал программу строительства 200 православных храмов в тех районах столицы, где особенно остро чувствуется их недостаток, а также выразил готовность участвовать в работе ряда попечительских советов. Москва является не только политическим, экономическим и научным центром Российской Федерации, равно как и культурным центром мирового значения, но и первопрестольным градом нашей многонациональной русской Церкви, простирающей свое служение на многие страны. Вся история Москвы с самого начала связана с русским православием. Именно с переноса первосвятительской кафедры в Москву и началось обретение гордом столичного статуса. И сегодня гражданское согласие, межнациональный и межрелигиозный мир, социальная гармония недостижимы без активного участия в этих процессах русской православной Церкви. Я хотел бы перейти к важному и, как говорят, горячему вопросу и болезненной теме межнациональных и межрелигиозных отношений в Москве. Первопрестольный град Москва представляет собой современный, бурно развивающийся мегаполис. Будучи столицей многонационального федеративного российского государства, город дает работу, кровь и прибежище представителям примерно 160 народов и этнических групп. Этим обстоятельством порождается один из наиболее болезненных вызовов на фоне целого комплекса трудно разрешимых урбанистических, социальных, демографических, экологических и иных проблем, переживаемых ныне Москвой. Согласно тому, что к только что опубликованному докладу Всемирного банка, Россия вышла на первое место в Европе и на второе место в мире по числу прибывающих в страну трудовых эмигрантов. Эта тенденция обозначилась не сегодня. После распада СССР и особенно в середине 90-х годов в относительно благополучную российскую столицу хлынули потоки трудовых мигрантов из экономически депрессивных регионов страны, а также граждане собредельных государств ближнего и дальнего зарубежья. Так, согласно только официальной статистике, не учитывающей огромную нелегальную миграцию между двумя переписями населения 1989 и 2002 года, численность армянской и грузинской общин в Москве возросла в 2,8 раза, азербайджанской и молдавской в 5 раз, чеченской в 7 раз, таджикской в 12 раз, вьетнамской в 14 раз и китайской в 35 раз. Это привело, в частности, к тому, что доля коренных москвичей в общей численности жителей города уменьшилась. Нет никакого сомнения, что завершившаяся перепись населения 2010 года не просто подтвердит эту тенденцию, но и зафиксирует ее дальнейшую усугубление. К сожалению, далеко не всегда новоприбывшие в столицу обладают культурой, знаниями, навыками, необходимыми для успешной адаптации в иной этнокультурной и цивилизационной среде. Это вызывает многочисленные нарекания москвичей. Обвинение приезжих в грубости, хулиганстве, в стремлении оказывать давление на местных жителей, в том числе посредством устрашения со стороны организованных групп. Потеряв или не найдя работу, часть приехших становится на путь нарушения закона, чем обуславливается заметный рост этнической преступности в Москве. Как заявил начальник ГУФТ столицы Владимир Колокольцев, цитирую, согласно официальной статистике, 40% преступлений в Москве – дело рук приезжих. По отдельным видам преступлений иногородняя преступность растет по 7-8% в год. Участники этнических преступных группировок, с которыми борются правоохранительные органы, нередко пытаются уйти от ответственности, выдавая себе якобы за жертв ксенофобии национальной нетерпимости, что провоцирует радикальную реакцию со стороны части коренного населения. Свидетелями такой реакции мы были недавно. Прописной истиной является тот факт, что всякий радикализм вызывает встречный радикализм. Остановить эскалацию межэтнических конфликтов возможно только, если будет сделано все для того, чтобы дерадикализировать сферу потенциального межэтнического напряжения. Эта задача стоит не только перед властью и правоохранительными органами, но и перед религиозными лидерами, формальными и неформальными руководителями этнических диаспор, перед общественными организациями, особенно перед СМИ. Наша беспокоенность вышеназванными проблемами нашла свое практическое выражение, в частности в том, что в июне нынешнего года было проведено первое заседание Совместной комиссии Русской Православной Церкви и Федеральной Миграционной Службы России. Были обсуждены конкретные пути нашего взаимодействия в области санциальной интеграции мигрантов, обучения их русскому языку, постижениями духовных и культурных ценностей, традиционных для нашей страны. Поднималась тема взаимоотношения Церкви и государства с национальными диаспорами, живущими в России, с духовными лидерами стран исторического проживания народов, к которым эти диаспоры относятся. К сожалению, наравне с этим и иными положительными примерами честного открытого диалога, многие сталкиваются с ситуацией, когда ложная или лукаво понимаемая борьба с разжиганием национальной розни, подчас принимает формы чиновничьего ограничения прав граждан нелицеприятно обсуждать острые проблемы межэтнических отношений. В результате этого болезненные вопросы остаются без ответов, генерируя в свою очередь новые проблемы, тогда как в подобных случаях лучшим средством стал бы взаимоуважительный и честный диалог всех заинтересованных сторон. Такой диалог поможет лучше понять нам и реальные проблемы многих приезжих, которые, в свою очередь, часто жалуются на жестокость и нечестность работодателей, на собственную правовую и социальную незащищенность, на отсутствие достойных условий для работы и жизни. Мы сможем понять, что испытывает доброжелательный и законопослушный человек, которого оскорбляют или тем более подвергают насилию, только потому, что у него неславянская внешность. В деле преодоления межэтнических напряжений первопроходцами должны стать, по моему глубокому убеждению, люди верующие. Мы призываем им быть добрым примером христианского отношения ко всем без изъятия, кому потребуется наша помощь, забота и участие. Ибо православию чуждая идея национального превосходства, ему также неведома ненависть к представителям других религий. Если мы хотим просветить мир светом истины Христовой, то нам следует быть образцом милосердия и братолюбия, памятуя, что на путях высокомерного отвержения человека его никогда не удастся изменить к лучшему. Ибо любовь сильна там, где и сила бессильна. Не будем забывать, что эти люди оказались среди нас зачастую не по собственной воле, но вынуждены под давлением обстоятельств, связанных с распадом некогда общего для нас государства, резким падением уровня жизни, деградацией промышленного и сельскохозяйственного производства, политической нестабильностью и межнациональными конфликтами у них на родине. А на преступный путь толкают человека в недобрый час не только его собственная злая воля, дурные наклонности, отсутствие средств к существованию и отчаяния, но порой несправедливости, бессердечи окружающего мира. И даже если у мигрантов низка бытовая и общая культура, в нашем, конечно, понимании, то это никак не должно помешать нам протянуть им дружескую руку помощи. Обучение их русскому языку, содействие в адаптации к нашей культурной традиции и образу жизни могут стать одной из важных социальных забот Церкви. Не будем же скрывать от этих людей духовного сокровища православия, особенно от тех из них, кто пока не знает Бога. Мы можем и должны проповедовать истину Божию ближним и дальним, дабы быть всегда готовыми всякому требующему нас отчета в нашем уповании дать ответ скротостью и благоговением, по слову апостола Петра. Мы справедливо подчеркиваем, что в отличие от многих стран Запада, Россия в своей истории никогда не знала межлигиозных войн, ибо под защитой государствообразующей нации, а также при миротворческой поддержке православия, религии подавляющего большинства российского народа в нашей стране издревле жили бок о бок и тесно соработничали на благо Отечества. Соработничали представители различных народностей, вероисповеданий, культурных укладов и национальных обычаев. Совершенно очевидно также, что при проектировании и строительстве новых культовых зданий для нужд приезжих требуется мудрое и терпеливое согласование интересов и пожеланий различных общественных групп. При этом видятся необходимые широкие консультации с населением, проведение общественных слушаний по данному вопросу, учет особенностей архитектурного облика города, специфики менталитекта и культуры его жителей. К сожалению, несмотря на существующий закон номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного соуправления в Российской Федерации, которым предусматриваются такого рода процедуры, ничего подобного, по крайней мере в случае со строительством новой мечети на Волжском бульваре, не предпринималось. При этом мы с пониманием относимся к нужным традиционных религиозных общин в новых культовых зданиях, ибо сами сталкиваемся с такой нуждой в Москве. Ведь обширные пространства так называемых спальных районов практически сплошь лишены столь необходимых людям православных храмов. И чтобы убедиться в этом, достаточно посетить редкие церкви в этих густонаселенных районах города в ночь под Рождество или на Пасху, в дни Великих Двунадесятых праздников, особенно же в День Богоявления, когда огромные очереди людей выстраиваются на морозе, чтобы получить святую воду. По нашей статистике, за двое суток, 18-19 января, через многие из таковых храмов проходят от 50 до 100 тысяч человек. Перекрываются улицы, дороги. Мы хорошо знаем все эти картины. И это, конечно, нельзя признать нормальным для первопрестольного града. Тема гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений волнует сегодня большую часть человечества. На проблемы, возникающие в этой области в разных культурах, пытаются отвечать по-разному. Некоторые из этих ответов оказались явно нежизнеспособными. Так, западноевропейский и североамериканский опыт наглядно свидетельствует о том, что теория плавильного котла, в котором, как ожидалось, должны были безболезненно соединиться и перемешаться культурно-цивилизационные и духовно-исторические традиции выходцев с различных концов света, оказалась глубоко несостоятельной. Такие базовые ценности самоидентификации личности, как национально-культурные и религиозные, оказались куда прочнее в своем внутреннем единстве. Аналогичная судьба постигла и советскую идею пролетарского интернационализма, которая на протяжении десятилетий была основой национальной политики СССР. Нам представляется, что достижение подлинного, межнационального и межлигиозного мира в современной России возможно только при условии религиозно-нравственного воспитания граждан. И начинать это воспитание нужно уже со школьных лет. Уроки толерантности, на которые в последнее время обращены надежды некоторых педагогов в светские школы, едва ли могут принести реальную пользу. Это показывает в том числе и опыт некоторых западных стран. Формальная политкорректность – это далеко не то же самое, что глубокая религиозно-нравственная убежденность человека в том, что есть благо, а что грех. И если межнациональная вражда, презрительное, злобное отношение к носителям иных религиозных взглядов – это грех, то именно просвещенная религиозность, а не политкорректность, позволяет людям мирно жить друг с другом в одном обществе. Это весомый аргумент рассматривать повседневное преподавание основ религиозной культуры как дело крайне насущное, особенно в нынешней ситуации, когда в стране больше нет общенациональных детских и молодежных организаций, а подрастающее поколение зачастую оказывается беззащитным пред лицом человека ненавистнических идеологических сооблазнов и лжеучений века сего. Практика показывает, что одним из эффективных средств снятия межнациональной напряженности является межрелигиозный диалог, в котором участвует наша Церковь. Когда представители разных религий обсуждают общественно значимые вопросы и принимают совместные решения, это ясно показывает людям, что между ними нет и не должно быть вражды. Осуществляя диалог с людьми других вер, мы не ведем доктринальных споров и не пытаемся нивелировать наши вероучительные различия. Наша цель – помочь друг другу в разрешении проблем, состоящих перед всеми верующими и перед нашим обществом. Одним из наиболее значимых институтов и инструментов такого диалога является Межрелигиозный Совет России. Подобные структуры созданы и успешно работают в ряде регионов страны. Осуществляются межрелигиозные контакты и в быту, и на уровне местных общин. Очень же важно совместное социальное делание на благо человека, естественное для верующих наших традиционных религий. Оно есть реальное поле соработничества, взаимопонимания и миротворчества. Отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества мог бы принять необходимости давать для таких контактов свои методические рекомендации. А наш социальный синодальный отдел мог бы организовывать практическую сторону такого взаимодействия. Продолжение следует...